Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Юных сочинцев начали организованно водить на море. Желающих научат плавать. Пожелания школьников выслушал мэр курорта. В Сочи ГАИ проверяют экскурсионные автобусы. Только за один день выявлено пять машин с нарушениями конструкции. В Сочи появится еще одна добровольная пожарная дружина. В нее войдут жители Раздольского сельского округа. Главный приз Кинотавра отдали БКУ. Юбилейный кинофестиваль подвел итоги. В станице Медведовской появится новая котельная. А в поселке Красный Октябрь построят офис врача общей практики. Жители Краснодарского края сегодня рассказали о своих проблемах главе региона на личном приеме. На встречу с Вениамином Кондратьевым пришли шесть человек. Например, Наталья Вихреева пожаловалась на то, что в станице Степной Приморско-Ахтарского района на глазах разрушается Дом культуры. Здание построено в 1977 году, но в последнее время за ним никто не ухаживал. Губернатор потребовал как можно быстрее разобраться в ситуации. Все озвученные сегодня жителям региона на приеме граждан вопросы занесли в протокол. Теперь каждый из них будет тщательно контролироваться, пока проблема не решится. В этом году в Краснодарском крае ожидают порядка 17 миллионов туристов. С каждым разом количество отдыхающих становится все больше. Растут и требования к безопасному отдыху гостей. Насколько готовы кубанские пляжи к приему туристов, обсудили на совещании в администрации Краснодарского края. Регион подготовился удовлетворительно к курортному сезону. И на сегодняшний день я считаю, что Краснодарский край готов к приему всех туристов. Но, конечно, есть недоработки, есть проблемы, над которыми мы акцентируем так внимание. Потому что мы все-таки стремимся к идеалу. Основная задача на весь горячий сезон – обеспечить комфортный и, главное, безопасный отдых. На протяжении лета сотрудники МЧС, оперативно-спасательных служб, бригад скорой помощи и полиции будут работать в усиленном режиме. Особенно вблизи водоемов. В регионе оборудовано порядка 500 спасательных постов. Но как бы блестяще не выполняли свою работу спасатели, отдыхающим не стоит терять бдительность. А потому не рекомендуется купаться в запрещенных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Устраивать пикники в пожароопасный период и пользоваться услугами сомнительных туроператоров. Люди в белых халатах, которые спасают жизни. В преддверии Дня медика в Краснодаре чествовали врачей. Лучшие из них стали лауреатами премии «Дорога жизни». Медицинских сотрудников поздравил губернатор края. На Кубани сейчас работают более 70 тысяч специалистов. Ее лекарства – слова. Разговорами по душам Наталья Свиридова проникает глубоко в сердце и спасает самое ценное – человеческие жизни. За последние два года после общения с психологом женской консультации Тимошевской районной больницы аборт передумали делать 170 пациенток. Каждая девушка, попавшая сюда в кабинет – это отдельная драматичная история. Убедить сохранить маленькую жизнь – настоящее искусство. И, конечно, не обходится без веры в чудеса. Приходила на прием женщина, плакала, сомневалась, но, как правило, очень категорично говорила о том, что она не хочет оставлять ребенка. И когда через 7 месяцев я увидела у двери кабинета женщину, и она говорит, вы помните, я у вас плакала в кабинете? Я говорю, да, наверное, помню. Она говорит, можно вас обнять? Я говорю, растерялась, за что? Она говорит, я все-таки поняла, что свою доченьку я оставила благодаря этой всей информации, что вы дали. То есть вот эти слезы, вот эти объятия – это женщина. Для меня это громче слов. За маленькие жизни до последнего борются и в детской краевой клинической больнице. Бригада врачей под руководством Антона Трембача, заведующего отделением анестезиологии и реанимации, спасла 9 пациентов с похожей патологией. Самому младшему – 2 года. Пораженную печень удалось восстановить с помощью уникальной технологии очистки организма от токсинов. Сначала плазму отделили от цельной крови, а затем уже избавили ее от вредных веществ через специальный сорвент. Доктор, который работает с детьми, более оптимистичен, что ли. Более оптимистично настроенный. И мне кажется, что в сознании обычного человека есть такая идея, что дети вроде бы как не болеют тяжело. Но, к сожалению, это не так. Дети болеют и иногда значительно серьезнее взрослых. Сложно сосчитать, сколько подобных историй выздоровления за спиной у каждого врача. Сегодня доктора в преддверии профессионального праздника собрались в Краснодарской филармонии. День медицинского работника по традиции отмечают в 3 воскресенье июня. На Кубани больше 70 тысяч специалистов. Это целая армия, которая каждый день спасает жизни. Обратился к залу Вениамин Кондратьев. Вместе с председателем законодательного собрания Край Юрием Бурлачко глава региона поздравил медиков. Для него это отчасти семейный праздник. Супруга губернатора тоже врач. Сегодня ваш праздник. Праздник тех, которые делают нашу медицину, на самом деле, краевую медицину лучшей в стране. Передовой в стране. Одной из самых высокотехнологичных в стране. Ведь это делаете вы, люди. Вы, врачи, те, кто выбрали своей жизненной дорогой служение. Служение людям. Потому что это не работа. Это не работа, когда порой нет выходных. Когда нет отпуска. Когда звонит звонок ночью. И ты вынужден бросить свою семью. Чтобы прийти на помощь другой семье. Я знаю это и по своей семье. Своей супруге, когда для нее телефон ночной. Я говорю, ну зачем? Она говорит, ну а почему? Потому что она не сможет кому-то даже доверить. Дежурному врачу, потому что она переживает. За результаты своей операции. И переживает, переживает, как человек в первую очередь. А потом уже как врач, хирург, доктор, профессионал. Это, наверное, очень важно. Важно, что сегодня наши кубанские врачи, вы, обладаете в первую очередь человеческим сердцем. В вашу профессию идут, больше частью, ну как мне кажется, люди по призванию и люди неравнодушные. Ведь, очевидно, недостаточно иметь знания и профессиональные практики. Базовым, очевидно, является наличие доброго, отзывчивого сердца. Это самая главная, базовая составляющая вашей профессии. За свою работу лучшие врачи стали лауреатами премии «Дорога жизни». Всего 8 номинаций. Среди победителей, кстати, не только медики. Например, школьники из Абинска Артем Бужак и Илья Генералов получили признание в категории «Спасение года». 14-летние парни не прошли мимо пожилого мужчины, который сидел прямо на земле. Вызвали скорую. Оказалось, инсульт. Благодаря тому, что уложились в так называемый «золотой час», человеку спасли жизнь. В тенек оттащили, водой попрызгали, рубашку расстегнули, в скорую позвонили. В принципе, простая первая помощь. Такого сильного героизма в себе не ощущали. Самое ценное в работе врачей – время. Очень важно не упустить его в борьбе с болезнью. На Кубани планируют создать принципиально новую систему медицины первичного звена. Высокотехнологичная помощь должна стать доступной каждому жителю региона. Однако даже самые современные аппараты без грамотного персонала – всего лишь железо. Губернатор пожелал медикам то, ради чего они сами и работают. Вы дарите здоровье другим, берегите свое, будьте здоровы. Вы ведь тоже нужны своим детям, внукам, своим семьям, близким. Вы нужны Кубани. Очень нужны. С праздником. С вашим днем медицинского работника. Спасибо вам не за труд, а за ваше служение. И Кубани, и России. Спасибо. И самым главным подарком для этих людей станут выздоровевшие пациенты. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. А юных сочинцев начали организованно водить на море. С наступлением летних каникул в Сочи стартовала летняя оздоровительная кампания. В городе открылись 47 лагерей труда и отдыха, 57 дневных профильных лагерей и 147 площадок нашего двора. С началом купального сезона у ребят начались и походы на море. Сегодня на пляж Приморский учителя привели отряд из средней школы номер два. Свежий воздух, солнце и море – все условия для закаливания детского организма. Морские ванны в программу школьных лагерей в этом году включили по поручению главы города Анатолия Пахомова. А вот условия для безопасного отдыха школьников создают руководители пляжей и спасатели. Сами ребята всей суеты вокруг себя не ощущают, а просто наслаждаются морем. Сегодняшнее утро очень прекрасное. Я первый раз лагерем ходила на море. Это, наверное, самое-самое классное из того, что я была в лагере. Ты думаешь, что ты просто как будто бы уже взрослел и сам ходил с друзьями на классе. В лагере мы впервые купаемся на море. Ну, в общем, интересно здесь. Друзья, купаемся, играем вместе. Набрали воды, чтобы потом после моря морской бою строить. С бутылками или с пистолетами. Ну да, это здорово. Отдыхаем от школы на море, плаваем. За детьми на пляже следят не только педагоги, медики и спасатели, но и инспекторы ГИМС. Они заранее провели техническое освидетельствование городских пляжей и обследовали дно моря. Как мы можем видеть, у нас пляжи оборудованы детской купальней. Также выделены специально три спасателя, которые следят за детьми. Эти пляжи безопасны для купания детей и гостей нашего города. И такие пляжи у нас по всему городу Сочи. Как отдыхают воспитанники летних лагерей, сегодня лично проверил глава города. И все узнал из первых уст. Это хорошее дело, что у вас на море стали? Да. Нравится всем? Да, тоже очень жахтко. А на море тут не прохладненько, да? Плавать умеете? Да. Все? Немножко. А есть те, которые у вас в школе не умеют плавать? Да, есть. А почему они не? Я немножко умею. Ну их надо научить, это тоже наша задача. Те, кто не умеет плавать, надо обязательно научить. И есть же у нас спасатели, может тренеров поприлосим тогда со школы. А это не годится, чтобы в городе Сочи жили и не умели плавать. Так же? Да. С сегодняшнего дня по заявкам от руководителей лагерей управления образования готово организовать и обучение плаванию. Вопросы безопасности здесь полностью решены. Спасатели в достаточном количестве. И самое главное, что вода соответствует нормам. Имеется в виду, что купать можно детей при температуре воды не ниже 20 градусов. Температура воздуха тоже должна быть не ниже 23. Но надо выбрать правильный режим. Его выбрали, насколько я понял, это с утра с 10 до 11, ну и вечером с 18 до 19. Таким образом, я просто думаю, что все будут довольны, и родители в том числе. Ну а самое главное, что мы обеспечиваем полную безопасность. Теперь это должно стать системой. И я думаю, что у наших деток за этот, скажем, оздоровительный семестр или за оздоровительную четверть действительно появится возможность себя оздоровить, набраться сил, здоровья. И потом 1 сентября в школу с новыми силами и хорошим здоровьем. Уже вечером на пляж Приморский пришли отряды лагеря школы номер 7, 10-й спортшколы из площадок нашего двора, которые расположены на улицах Островского, Воровского и улицы Рос. Ольга 10-го, Инга Габешая, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. В Сочи ГАИ проверяют экскурсионные автобусы. Только за один день выявлено 5 машин с нарушениями конструкции. Инспекторы технадзора ГИБДД и сотрудники Ространснадзора начали проверки с наиболее популярных туристических объектов. На контроле техническая исправность, переоборудование транспорта, а также соблюдение режима труда и отдыха. Только за один день выявлено 5 автобусов с внесенными в конструкцию изменениями. Как правило, водители перекрывают аварийный выход, устанавливая вместо него дополнительное кресло. Нарушителям выданы требования на устранение неисправностей. Если водитель проигнорирует предписание и не представит машину на проверку в ГИБДД, регистрация автобуса будет аннулирована. Соответственно, работать на нем никто не сможет. Также во время рейда были выявлены два водителя, не соблюдающие режим труда и отдыха. Найдены перевозчики, которые не застраховали своих пассажиров. Штраф за такое нарушение для юридического лица может составлять до 1 миллиона рублей. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. В сочинских больницах выросло число пациентов с отравлением наркотиками. Тревожную статистику озвучили на заседании антинаркотической комиссии. Количество пациентов с наркотическим отравлением увеличивается в Сочи ежегодно с притоком отдыхающих. По статистике, большинство из тех, кто попадает в больницу после употребления запрещенных веществ, это не сочинцы, а туристы из разных регионов, которые приезжают в Сочи на отдых. Чем отличается, допустим, анализ обстановки нашей и в целом по Краснодарскому краю, вот на этом фоне мы слишком, конечно, сильно зависим именно от этого притока туристов. Если со своим населением мы проводим работу и, соответственно, наши горожане реже попадаются в отравление, вот именно в летний период чаще в больницы с отравлениями от наркотиков попадают именно отдыхающие и нагородние граждане. Именно поэтому в курортный сезон профилактическая работа должна быть усилена, отметили на заседании, особенно в молодежной среде, ведь дети и подростки на длинных каникулах часто остаются без пристального внимания взрослых. Одни пробуют наркотики, другие в поисках быстрого и легкого заработка соглашаются на работу курьерами-закладчиками, что после оборачивается длительными тюремными сроками – от 12 лет до пожизненного заключения. Что касается статистики, за первое полугодие количество смертей от наркотиков в Сочи уменьшилось, а число преступлений, связанных с запрещенными веществами, осталось на уровне прошлого года – более 200. В микрорайоне Донской прошла встреча с жителей, с участковым и полномоченным полицией общаться с активистами решили не в кабинете, а непосредственно во дворе дома, где к разговору мог присоединиться любой желающий. У жителей микрорайона улицы Донская накопилось много вопросов к полиции. В первую очередь всех волнует большое количество людей, страдающих наркоманией и алкоголизмом. Район благоустраивается, глаз радует ухоженные дворы, но соседство с людьми неблагонадежными портит всю картинку. У нас везде разбиты красивые клумбы, покрашены бордюры, покрашены лавочки, установлены лавочки, красивые детские площадки. И наши друзья, наркоманы и алкоголики все это рушат. Алкоголики везде разбрасывают бутылки, наркоманы разрывают клумбы, прямо с корнем вырывают цветки и еще там закладки. Местные жители жалуются, что участковых не хватает на такой большой микрорайон. Они просят усилить штат и привлекать к ежедневным рейдам казаков и сотрудников народной дружины. Усилиями одной общественности здесь уже не обойтись. По сведениям, которые нам предоставляют СТОСов, о проживании граждан, которые ведут какой-то сомнительный образ жизни, нами были проведены соответствующие проверки и три гражданина были депортированы за пределы Российской Федерации. Данная работа также нами будет продолжена. Номера телефонов сотрудников полиции на встречи записали все желающие. Более того, их можно найти на сайте УВД Сочи по запросу «Найди участкового». Общественность является основным и главным помощником не только органов местного самоуправления, но и правоохранительным органам. В плане того, что предоставляется информация по местам гибошира, по сбору неформальной молодежи и иных девиантных элементов нашего общества. От бдительности самих граждан от одного звонка на 02 или участковому зависит много, вплоть до предотвращения преступления. Поэтому на встрече еще раз напомнили – видите что-то подозрительное, звоните участковому. Жители микрорайона улицы Донская рассказали о том, как не стать жертвой мошенников и о важности детского закона, особенно актуального летом. Такие встречи на открытых площадках решено проводить раз в квартал во всех районах Сочи. В Сочи появится еще одна добровольная пожарная дружина. В НИУ войдут жители Роздольского сельского округа. Первая встреча с активистами прошла в Хостинской пожарной части. Первую добровольную пожарную дружину в Сочи создали в прошлом году в Салахауле. Оснастили техникой, в том числе прицепом на базе Нивы. Теперь селяне могут сами потушить небольшой пожар и не дать ему подойти к домам. От каждого села в сельском округе достаточно 10 человек, которые могли бы в первую очередь встать на линию огня и потушить зачатки пожара. То есть мы не привлекаем их для патрулирования или же для тушения больших очагов пожара. Нет, для зачатков в первую очередь они пришли и потушили. Для этого мы их оснащаем естественным образом. Мы закупаем им и пожарные ранцы, и бочки для тушения, вернее, для хранения воды. То есть идет это все из казны города. Территория Роздольского сельского округа вплотную прилегает к лесам. И летом в пожароопасный период селянам надо быть на чеку, а порой и собственные соседи состоят проблемы, захламляют свои дворы. Мусор в жару легко возгорается. Пожарные подтвердили много вызовов, приходится именно на такие объекты. Добровольные пожарные будут следить и за этим. В целом о задачах дружины активистам рассказали представители Всероссийского общества добровольных пожарных. Главное – активная жизненная позиция. С этим проблем, как выяснилось, нет. В данном селе из Майловка люди очень активные. И да, по первому зову, по первому звонку они сразу же собираются, и мы выдвигаемся. Но перед тем, как получить пожарные ранцы и технику, добровольцы пройдут бесплатное обучение. В ближайшее время такие бригады будут созданы во всех сельских округах Сочи. Очередной прием граждан провел в Сочи депутат Госдумы Константин Затулин. В списке 12 вопросов от полутора десятков заявителей. Сочинцы волнуют вопросы пенсионного обеспечения, жилья и оформления земельных участков. А для некоторых жителей визит к депутату стал последним криком о помощи. Константин Затулин известен своей деятельностью по защите прав русского и русскоязычного населения в странах ближнего зарубежья. К нему нередко обращаются с просьбами о содействии в разрешении неурядиц, возникающих при получении российского гражданства. Меня интересует наш автодокс. Работает приемная депутата и над несколькими историями, получившими широкую огласку. Так рассказать о новых поворотах в своем деле пришел сочинец Ваграм Милконян, о злоключениях которого не раз писали городские и краевые СМИ. Он и его семья остались на улице после того, как некие предприимчивые граждане через суды отняли у них дом, купленный в ипотеку у банка. Причем к моменту вынесения судом решения ипотека была почти полностью погашена. А против самого Милконяна следственный комитет возбудил уголовное дело за сопротивление, поскольку в ходе выселения между ним и судебными приставами произошла потасовка. Это дикость. И эта дикость на всех этапах, во всех судебных инстанциях, просто через элементарное невнимание, нежелание углубиться или какие-то иные причины. И просто повторяется из раза в раз. И в результате семья находится под открытым небом. Ну, находит себе кристанища, его родственников и так далее. Это раньше не было бы возможно. Мне приходится обращаться к прокуратуру, к генеральному прокуратуру, к следственникам. Я, собственно, этим и заняту все время. Странности и в другом деле, над которым работает Затулин. Заодогом из чай судится с местным пенсионером Михаила Мучадзе, добиваясь сноса его дома, построенного на земельном участке, который само же общество ему некогда и выделило. Необоснованность претензий к пенсионеру подтвердила экспертиза, назначенная судом. Однако на одном из недавних заседаний суд проигнорировал результаты этой экспертизы, которую, к слову, сам же и назначил. За его спиной, не говоря ему об этом, не сообщая, этот участок почему-то переписывают по другому кадастровой принадлежности. И потом фирма «Рога и копыта», а в данном случае по-иному назвать фирму «Догом из чая» я уже не могу. Это никакой не «Догом из чая». Это на самом деле риелторская контора. Она продает землю. Такое впечатление, как будто бы не зная о том, что на земле стоит дом, в этом доме живут люди. Ну вот как крепостных продавали. Эти и другие вопросы находятся на постоянном контроле депутата. Об этапах их решения сочинцев будут информировать через городские СМИ. Гимн «Человеку труда». Новый проект под таким громким названием – это инициатива Городского совета ветеранов. Сочинцам будут рассказывать о горожанах, чей труд заслуживает особого внимания. Первым участником нового проекта стал Алексей Горбунов, председатель Городского совета ветеранов. Алексей Горбунов – известный в Сочи человек. Его трудовая деятельность насчитывает 55 лет. А имя занесено в Книгу почета города Сочи. И даже на пенсии он очень активен, возглавляет Городской совет ветеранов, является советником главы Сочи, помощником члена Совета Федерации. Сам он называет свой трудовой путь интересным и необходимым для города. А начал работать с 14 лет, создав школьную производственную бригаду. Трудолюбие – это фундамент или труд – это фундамент всей жизни, основы всей жизни. Если ты даже родился гениальным и не будешь развивать и работать над своими способностями, весь твой гений уйдет. Был строителем, инженером-электриком, сотрудником Лазаревского райкома партии, работал в исполкоме народных депутатов Центрального района, генеральным директором гостиницы «Москва-Чайка» и даже избирался депутатом законодательного собрания края. Его самоотверженность, его отдача, его умение сопереживать, понимать людей, умение работать с ветеранами, он отставит интересы ветеранов, он доводит до администрации города, до главы города. Вы понимаете, его настойчивость – это его позиция. Позиция – быть человеком небезразличным, судьбом людей. Для того, чтобы город развивался, для того, чтобы он хорошо процветал, все равно нужна опора на тот опыт, который уже был, и на тех людей, которые это делали и развивали наш город. И вот говорят, а кто герой нашего времени? Вот я считаю, герои нашего времени. И вот те люди, которые сделали наш город прекрасным и красивым. В адрес Алексея Горбунова прозвучало много теплых слов от друзей и коллег, от представителей власти и депутатского корпуса. Но совсем для молодого поколения сочинцев это пример трудового подвига. Строить фабрики и заводы, растить хлеб, учить и воспитывать детей, защищать родные рубежи, верно служить своему народу – вот то, чему хотел бы виновник торжества – научить ребят, чтобы и их труд был многолетним и полезным. Елена Всевсен, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Продолжаем. Поприветствовать звезд отечественного кинематографа на Театральной площади. Накануне собрались тысячи зрителей. Они уже определились с лучшей картиной юбилейного кинотавра. Это фильм «Давай разведемся!» Анны Пармас. Победителя же в основном конкурсе объявили на церемонии закрытия в Зимнем театре. На главный приз претендовали 15 кинолент. По красной ковровой дорожке к новым открытиям в отечественном кинематографе. Конкурсанты с замиранием сердца ждут оглашения результатов, зрители делают ставки, а члены жюри сохраняют интригу. У них было шесть дней, чтобы сделать свой выбор. Я езжу на кинотавр уже 15 лет, и он очень повзрослел, возмужал и развился. Некоторые картины ранее побывали на международных биеннале в Роттердаме, Берлине и Каннах. «Дылда» Кантемира Балагова удостоилась приза за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» на Лазурном берегу. На Черноморском фильм шел вне конкурса. «Самое сильное впечатление – фильм «Дылда», но он не в конкурсе, это был специальный показ. Но этот фильм настолько высокого уровня, что очень сложно. А мне получилось, что я его первым посмотрела». В этом году жюри потрясла работа дебютанта Бориса Акопова. В итоге он обошел своих опытных конкурентов и взял главную награду кинотавра. Фильм «Бык» принес 34-летнему режиссеру Гран-при. Также полнометражная лента победила в номинации «Лучшая операторская работа». Камера запечатлела пустые прилавки магазинов, экономическую пропасть и криминальные драмы лихих 90-х. В центре одной из них оказался молодой человек Антон Быков. На сделку с совестью и московским авторитетом он пошел, чтобы прокормить семью. «Классное кино молодого режиссера-хулигана, который снял. Честное, хорошее кино. Про 90-е, про любовь. Меня это сильно попало». Вручили награды в зимнем театре и за короткий метр. Главный приз с формулировкой «За красоту высокой температуры» завоевала картина «Топлива» Михаила Архипова. Увидеть ленту широкая аудитория сможет в следующем году. Работы победителей конкурса короткометражек традиционно демонстрируют на театральной площади. В этом году кинотеатр «Под открытым небом» собрал более 30 тысяч зрителей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе «ВКонтакте». И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда «Ведущий» предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok